Итак, второй вопрос. Истихару делают с Кораном. Насколько это правильно? Насколько это верно? И может ли быть такое, если ответ Истихара неблагое, то повторив Истихару через несколько месяцев, ответ может быть благим? То есть может ли через какое-то время ответ быть благим, если изначально ответ был неблагим? Начнём с того, что Истихары как таковой в наших источниках просто-напросто не существует, полностью отсутствует. То есть ни в одном надёжном и достоверном хадисе не дошло до нас ничего о том, чтобы делать Истихару по Корану. По этому поводу никаких хадисов, никаких надёжных священных текстов на эту тему у нас нет. И скорее Истихара является сунной и деянием наших учёных, как прошлого, так и настоящего. И скорее является результатом опыта. То есть через опыт, через то, что люди делали Истихару, наши учёные в частности делали Истихару, и на своём опыте обнаружили, что Истихара, она эффективна, с этой точки зрения, то есть эта практика продолжается. Это что касается по поводу того, верно делать Истихару и нельзя делать Истихару. А что касается по поводу того, может ли неблагой результат через какое-то время стать благим, то да, может. Ибо в нашем убеждении есть такое положение, как беда. И даже не только относительно Истихара, относительно и других случаев нашей жизни, это актуально. То есть наше добродеяние, наше благодеяние, например, наше пожертвование, наши благие поступки могут влиять на нашу судьбу, могут влиять на результаты нашей деятельности, могут влиять на результаты нашей работы, нашей учёбы и так далее и тому подобное. Например, если мы особым образом относимся к своим родителям, с уважением, с почтением относимся к своим родителям, к старшим, к учёным людям, то подобное поведение влияет в том числе и на нашу учёбу, на наше понимание в приобретении знаний, на нашу работу, на эффективность нашей работы, на благодатность тех средств, которые мы зарабатываем. Или же, например, благодеяние, пожертвование, поддержка неимущих, помощь неимущим. Всё это влияет, всё это небезследно. Всё это влияет на нашу деятельность, на нашу учёбу, на нашу работу. И поэтому, возможно, вы, что вы сделаете стихару в тот момент, когда вы отставали в этих благих деяниях, сделали стихару, и результат был неблагой. Но через какое-то время вы совершили благие поступки, сделали какое-то значимое благое деяние, и, естественно, ваша судьба изменилась, и, может быть, что и стихара даст другой результат. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...